МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Витнам почтили память погибшего в Беслане 15 лет назад. Прошло 15 лет. Мы помним. В деревне Сопронова открылся дополнительный офис центра «Мои документы». Сегодня вот в Инстаграме увидела, что открыла здесь, поэтому пришли сюда. В Расторгуевской библиотеке поселились миниатюрные вязаные животные, выполненные в японской технике амигуруми. Яркие игрушки, веселые, замечательные. И очень хочется, чтобы наши жители познакомились с таким вот замечательным творчеством. Беслан. Мы помним. В Ленинском городском округе сегодня вспоминали жертв бесланской трагедии. Ровно 15 лет назад, 3 сентября 2004 года, начался штурм, захваченный террористами школы, в ходе которого погибли 334 человека, среди них 186 детей. Памятный митинг состоялся на стадионе Видновского художественно-технического лицея. Тему продолжит Екатерина Коваленко. 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, который посвящен годовщине трагических событий в Беслане. 15 лет назад в небольшом северо-осетинском городке в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека, в основном женщины и дети. И мальчишка не видит лучей в синеве. Жизнь его не зовет, не взрослеть, не учиться. Он лежит на зеленой, помятой траве, как упавшая с неба подбитая птица. В последние десятилетия в мире совершено несколько крупных терактов. Но даже среди них эта трагедия стоит особняком. Ведь мишенью экстремистов были дети. Сейчас первоклассникам Бесланской школы было бы уже 22 года. Кто-то бы закончил институт, кто-то, возможно, создал семью. Но, к сожалению, им так и не довелось стать взрослыми. И в нашей памяти навсегда останутся лишь их детские лица. Пока мы все живы, свидетели, очевидцы и ровесники этих событий, конечно же, мы никогда это не забудем. И наша, на мой взгляд, задача сделать все, чтобы это не забыли и в будущем, и будущие поколения. Многие школьники, которые сегодня принимали участие в мероприятии, были еще совсем крохами, когда произошла трагедия. Но в их сердцах громким эхом отозвалась бесланская беда. И они усвоили горькие уроки жизни. Это очень страшная трагедия для всего человечества, только для России и нашей области. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить везде, должны рассказывать историю, почему это происходило, чтобы такого больше не было никогда. И обязательно правила, как действовать при таких ситуациях. Они захватили неминных детей, школьников, которые хотели бегать по коридорам, получать хорошие оценки. Как все, как мы. Они не боролись с профессиональными противниками. Просто прошло 15 лет. Мы помним. Я очень соболезную всем, кто касался ее как-либо, даже косвенно или напрямую. Я считаю, что нельзя так повторять действия, потому что это оскорбительно даже для человечества. В завершении митинга все присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Настоятель Александра Невского храма поселка Петровская, священник Дмитрий Довбыш отслужил литию, а после в небо взмыли сотни белых шаров – символ невинности детских душ. «Вечная память», «Вечная память». Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Еще один дополнительный офис центра «Мои документы» появился в Ленинском городском округе. Территориально он расположен в Горках Ленинских, в деревне Сопронова. И теперь жители новостроек смогут получать необходимые услуги рядом с домом. В первый день работы учреждения его посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Подробности в сюжете Татьяны Брыловой. Микрорайон Купеленко, северный квартал, дом 4. Именно здесь открыт дополнительный офис многофункционального центра. Первое время он будет работать три раза в неделю. И в день услуги смогут получить до 120 человек. Дополнительный офис открыли в одном из самых густонаселенных микрорайонов. Местные жители с радостью восприняли новость о появлении отделения МФЦ рядом с домом. Очень близко, не надо ездить на другой конец города. Хорошо, удобно получать услуги соответствующие. А как часто сами пользуетесь услугами? Последний раз, наверное, когда ребенок родился. Регистрировали. Да, все документы, удобно было обратиться. У нас здесь все удобно. У вас все рядом? У нас все рядом. Магазин, вот 100 метров, 150, красотища. ЖЭК здесь, тут же вот далеко ходить не надо. Самотология, все. Хороший район, тихий, спокойный. А теперь еще и дополнительный офис МФЦ будет. Вот, тем более. А то нам приходится ездить на автобусе, далековато. Это структурное подразделение головного офиса, которое территориально относится к городскому поселению Горки Ленинские, но фактически будет обслуживать и поселение Видное, и поселение Ленинское, потому что граница это очень-очень условно. В первый день дополнительный офис посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он прошел по всем помещениям, пообщался с персоналом. Девушка, тебе не жарко? Нет? Нормально? Я спрашиваю. Пока нет. Пока нет. А нет феномционера? В этом причине пока нет, но закупка есть, мы поставим. В офисе три окна приема и выдачи документов. И еще три окна доступа к порталу государственных услуг, где жители самостоятельно или при помощи специалистов центра могут подать ту или иную услугу в электронной форме. Это уже второй дополнительный офис МФЦ, открытый в муниципалитете в этом году. Валерий Венцель сказал, что задача руководства городского округа состоит в том, чтобы обеспечить жителям возможность получать услуги в удобном для них месте. У нас появляется такая возможность. Нет, не потому что мы там сверхбогатые, а потому что мы заинтересованы. В новый офис пришли работать специалисты с опытом. Тамара Рамазанова трудится в МФЦ год. В этот офис девушка перешла, потому как он ближе к дому. Мне нравится помогать людям, когда они довольны, особенно приходят после обслуживания. Конечно, разные приходят люди, но надо понимать. Ну, как бы, нужно помогать. Первые клиенты не заставили себя ждать. Ольга пришла с маленьким сынишкой. Она узнала об открытии офиса из соцсетей. Мне просто нужно было в МФЦ подтвердить учетную запись. И мы не могли все никак съездить, потому что нам на школьную далеко. А сегодня вот в Инстаграме увидела, что открыла здесь, поэтому пришли сюда. В первое время дополнительный офис будет работать по вторникам, четвергам и воскресеньям с 8 до 20 часов. Когда этого времени не будет хватать, чтобы принять всех желающих, то режим работы станет ежедневным. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель совершил рабочую поездку в Булатниковское поселение, где пообщался с жителями на волнующие их темы и проинспектировал ряд строящихся объектов на территориях микрорайонов Восточная Бутова и Бутова парк. Вместе с ним отправилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. В рабочей поездке главу муниципалитета сопровождали депутаты, представители отдела образования, сотрудники застройщика микрорайона и обслуживающих компаний. Первая остановка недалеко от новой школы, открывшейся в микрорайоне Восточная Бутова. Уже сколько лет транспорта никак не решается вопрос. Что конкретно? 65 рублей социальной карты нашей ГИИ срабатывает. Тендеры разыгрываются накануне следующего года. Мы изначально когда проговаривали и с общественностью встречались, здесь тоже говорили о том, что наши заявки ушли, они будут учитываться только лишь на следующий год. Здесь Валерий Венцель встретился с неравнодушными гражданами. Спектр обсуждаемых вопросов был весьма широк. От деятельности управляющей компании до нестабильной работы сотовой связи. Решение ряда проблем глава муниципалитета взял под личный контроль. Старались осветить многие вопросы. И я думаю, что результат будет. Все-таки мне кажется, что массовость жителей, она все-таки сыграет свое дело. Мы все вместе и мы сила. Сами встречи с главой, они, конечно, являются таким очень мотивирующим фактором. И надежда именно на это. Один из жителей привлек внимание Валерия Венцеля состоянием площадки для скейтбординга. Оборудование на ней не соответствует нормам безопасности. Было решено провести собрание жителей и принять совместное решение, стоит ли на этом месте возводить другой спортивный объект. Оно не предназначено для каких-либо спортивных. Если упадешь, то все. Да, то есть это только бетон, либо гладкий ровный асфальт. Далее глава муниципалитета проинспектировал ход строительства детского сада на 140 мест. Срок сдачи этого объекта – конец 2019 года. В учреждение уже частично. Завезено оборудование, активно ведутся отделочные работы. Все вопросы решаются, которые возникают. То есть проверяли, на таком ли уровне установлены раковины. Это мы с вами уточняли. Активно идут работы и на прилегающей территории. Уже возведена часть архитектурных форм, засыпаны песочницы, которые находятся на уровне покрытия площадки. Целесообразность такого решения вызвала у Валерия Венцеля сомнения. После дождя там будет скапливаться вода. И что с этим дальше делать? Большая, очень большая. Плохость большая. Ну что, есть предложение меньше сделать? Будем согласовывать. Да, остановка марш. Следующий объект, который посетил Валерий Венцель – строящаяся школа в микрорайоне Бутово-парк. Она будет рассчитана на более чем тысячу человек. Срок сдачи объекта – 2020 год. Сопровождающая главу, начальник отдела образования администрации Ленинского района Светлана Ломакова обратила внимание застройщика на необходимость учитывать мнение учителей при организации образовательного пространства. Надо приглашать людей и уже с ними обсуждать эту тему. Хорошо. Хорошо, чтобы их замечания нечистить и не устранить. Здесь же, в Бутово-парке, глава посетил стройку поликлиники, которая будет рассчитана на более чем 800 посещений в смену. Ее сдача планируется в конце 2019 года. Такой объект особенно актуален для жителей микрорайона. Представители застройщика рассказали о ходе стройки и закупке необходимого оборудования. Два раза включились посвящиками. А что там будет? Рентгены, КТ. Все будет, да? Присутствуют рентгены, да. Фотографию будем выполнять. Дентальная, мамология. Хирурги будут присутствовать, гастронтерологи. В заключении рабочей поездки глава познакомился с планами по возведению в микрорайоне Бутово-парк новой парковки, пока она находится на стадии оформления необходимой документации. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Дети из поселка совхоза имени Ленина получили подарок 1 сентября. Специально для них в местном центре культуры показали спектакль, на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Каждый раз ребята младшего школьного возраста собираются во Дворце культуры поселка совхоза имени Ленина, чтобы посмотреть праздничный спектакль. Такая традиция в День знаний существует здесь уже более 10 лет. После торжественной утренней линейки и посвящения в первоклассники к вечеру ребят ждали в зале Дворца культуры. Завершается сегодняшний день детским спектаклем. Обычно мы приглашаем в какие-то театры. И сегодняшний день к нам приехал Московский театр «Рампа» с музыкальным спектаклем «Богатырь Иванушка». Театр студии «Рампа» существует уже 20 лет. В его репертуаре детские спектакли, поставленные по произведениям своего сценариста. Для каждого представления написана оригинальная музыка. Сказка, естественно, учит о добре и злее, о том, что надо учиться, не надо лениться, надо, так сказать, приходить на выручку. Можно все изменить, может поменяться самому, не только внешне, но и внутренне. То есть вечным, добрым и прекрасным. В спектакле «Богатырь Иванушка» задействовано 20 человек. На сцене дети повстречали множество знакомых персонажей. Бабу-ягу, лешего, соловья-разбойника и Кащея-бессмертного. По сценарию Кащей хочет вырастить нового злодея и хитростью заманивает Иванушку в школу чародейства, чтобы сделать из него своего наследника. Но, как обычно происходит в сказках, в конце добро взяло верх, и злой волшебник был повержен. Зал был полон. Дети и их родители в едином порыве смеялись над курьезными моментами, а в конце действия проводили актеров заслуженными аплодисментами. И здесь такая постановка, ну, очень профессиональная, нам очень понравилась. Даже мне, взрослой, я сидела очарованно и пыталась, ну, следить за каждой деталью и ничего не пустить. Нам очень понравилась, прекрасный спектакль. Особенно к первому сентября дети, мне кажется, тоже были в восторге. Мне понравилось, как Иванушка освободил всех от зла Кащея. Ну, что можно добавить, дети не могут обмануть. Спектакль хороший, все были рады. Большие молодцы, артистам большое спасибо. После окончания спектакля зрители еще долго делились впечатлениями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Расторгуевской библиотеке новая выставка. Здесь на время поселились зайцы, медведи, ежики, собаки и куклы амигуруми. Так называется японское искусство вязания крючком или на спицах маленьких мягких игрушек. Познакомилась с экспозицией и ее автором наша съемочная группа. Уже более 15 выставок прошло в Расторгуевской библиотеке в рамках проекта «Добрых рук мастерство», благодаря которому читатели знакомятся с творчеством своих талантливых земляков. И вот новая экспозиция. Здесь на время поселились зайцы, медведи, ежики, собаки, поросята, снеговики и куклы, связанные в популярной сейчас технике амигуруми. Это японское искусство вязания крючком или на спицах маленьких животных и кукол. Классический рост фигурки амигуруми – 10 сантиметров. Но это необязательное условие. Главное, чтобы она была связана крючком именно в этой технике. Автор экспозиции – Людмила Дорохина. Токарь, инженер по профессии и творец в душе. Она всего два года назад переехала в Видное из Алтайского края. Примерно столько же времени она занимается амигуруми. Впрочем, рукодельничать наша героиня начала еще в детстве. Вижу я с шести лет. В детском доме я воспитывалась. И там нас всему учили. Нужно учила. Начинала с одежды, аксессуаров и предметов декора, изготовлением которых наша героиня занималась свободное от работы время. А пару лет назад в интернете увидела игрушку амигуруми. И сразу же захотелось связать такую же. А потом еще и еще. В интернете загляну на игрушку, посмотрю, мне понравится. Есть все в интернете, все есть. Вот. Увидела, понравилось, связала. А вяжете по схемам или сами? Сама я. Я не вижу, я плохо вижу. Зрение падает. Поэтому я вяжу по чутью. С тех пор Людмила Дмитриевна связала не один десяток таких зверей и кукол. Увлеклась японской техникой и супруга сына нашей героини. Ее работы тоже представлены на выставке. Вяжут на заказ и на продажу. Именно так и познакомилась с мастерицей, заведующей Расторгуевской библиотекой Татьяна Назарова. Иду с работы и вижу стол с вот этим богатством около станции Расторгуева. Встала. Ах, какая красота! Ну, яркие игрушки, веселые, замечательные. И очень хочется, чтобы наши жители познакомились с таким вот замечательным творчеством, как амигуруми и мастером Людмилы Дмитриевны. В ближайшее время мастерица планирует провести в Расторгуевской библиотеке мастер-класс по изготовлению игрушек в этой технике. А если будут желающие, организовать занятия на постоянной основе. Экспозиции можно полюбоваться, а также приобрести приглянувшиеся изделия до конца сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok